всем привет сегодняшняя тема функция редактора вставить подсказку функция вставить подсказку представляет собой добавление на сцену прямоугольника составленного него текстом подсказка напоминает окно диалогов комиксах такие подсказки можно увидеть во многих программах в том числе windows добавить давайте добавим на сцену какой-нибудь контент например фото кнопка вставить подсказку располагается на левой панели нажимаем на подсказку у нас появляется знакомое дополнительное окно в котором мы должны определить в какой момент появится появится подсказку и сколько она будет находиться на сцене давайте зададим ей значение что она у нас будет появится с третьей секунды и будет длиться две секунды курсор принял форму перекрестья поэтому давайте им укажем в каком месте будет располагаться подсказка например здесь зададим ее такую выноску текст мы поменяем чуть позже у нас появился значит вот такой прямоугольник который называется объект подсказки мы можем сразу либо позже либо момент скорректировать его форму указать направление вот этой выноски она у нас имеется вот здесь верхней части здесь же наверху выбираются еще три параметра цвет текста давайте зададим какой-нибудь например такой цвет карандаша в данном случае рециде речь идет от об обводке в данного прямоугольника пока мы его менять не будем сменим чуть позже и цвет кисти здесь речь идет о цвете всего объекта подсказки давайте тоже зададим его в том нашему рисунку например вот такой в окне свой справа мы можем более детально настроить параметры нашей подсказки в том числе три выше указанных но сначала давайте добавим еще одну подсказку создав видимость диалогов комиксов добавить новую подсказку можно также как и первую через кнопку боковой панели либо скопировать первую и вставить ее таким образом мы выдержим паска подсказки в одном стиле давайте так и сделаем теперь давайте обратимся к окну свойств которым мы можем настроить созданную нами подсказку на таймлайме у нас добавлено две подсказки поэтому для работы с определенной нам нужно ее выделить например мы пока выделим первую верхней части окна свойств указано время появления длительность здесь мы можем поменять за 1 нами в самом начале время показа подсказки на этом останавливаться не будем с этим вы уже наверно знакомы текст здесь мы вводим наш текст если текст небольшой мы можем ввести вот прямо в этом окне все текст поменял значение давайте выберем вторую и поменяем также текст его можно поменять соседнем окне у нас открывается вот такое окно здесь более удобно вводить более продолжительный текст в данном окне установлен режим обычный текст здесь же есть другой режим субтитры что такое субтитры все знают фильмах они обычно расположены поверх видео в нижней части экрана о том как настраивать субтитры я расскажу в следующем видео здесь же вам нужно знать что вы можете разместить субтитры не только непосредственно поверх видео а вот в таком специально созданном окне подсказки далее к нашим свойствам режим здесь вы также можете выбрать этот самый режим либо обычный текст либо субтитры шрифт давайте немножко поменяем допустим вот так то есть мы изменили шрифт теперь у нас отличается шрифту 1 и 2 подсказок цвет текста здесь также все понятно горизонтальное и и вертикальное выравнивание данном случае рейт идет расположение текста в окне например давайте выберем вертикальное выравнивание и сделаем сверху ведь она переместилась текст переместился наверх далее ниже расположены еще некоторые другие свойства текста здесь имеются настройки текста внутри прямоугольника например расположение текста справа налево и некоторые другие которые на мой взгляд вряд ли где пригодятся разве что можно добавить переносы если вам интересно изучите данные свойства самостоятельно границы в данном параметре речь идет об отступах текста от краев прямоугольника и в самом низу находятся параметры объекта подсказки здесь нам будет интересен такой такое значение как размер скруглений давайте измениваем его на 90 углы нашего прямоугольника стали более круглыми также мы можем настроить толщину контура нашего объекта речь идет о цвете карандаша ты который расположен в верхней части экрана вот видите образуется такой контур когда мы располагали вторую подсказку она разместилась точно над первой поэтому по времени они будут появляться одновременно давайте для наглядности сдвинем таким образом и просмотрим что у нас получилось на этом все всем спасибо всем пока